Продолжаем. Пора войти в секретное помещение монастыря. Продолжение следует... Ну же, глупый зомби. Помоги мне. Ничтожный глупец. Продолжение следует... Продолжение следует... Надоели эти проблемы с вызовом демонов в узких помещениях? Демон в лоб. Очень мощная тварь. Главное влечь на себя. И еще один. Вот и все. Продолжение следует... Продолжение следует... Мы нашли слезы Инноса. Мощнейшее зелье. Карту и пыльную книгу. Заметки Ксардоса о войне богов. И вот она карта. Нашли остров. И очень интереснейшая книга. Ксардос, как всегда, коварен и расчетлив. Как видно из книги, мы наконец-то узнали истинное предназначение барьера. Сардос, как всегда, коварен истинное предназначение барьера. Сардос и вправду величайший маг. Все подготовил для прихода избранного. Эй, я слышал, ты провел много времени в монастырском подвале. Что ты нашел там? Я знаю, где скрывается враг. На небольшом острове, недалеко отсюда. Это наш шанс. Мы должны отправляться туда немедленно и уничтожить зло. Ты говорил с Диего. Я думаю, он согласится присоединиться к тебе. А что насчет Горна? Поговори с ним. Я слышал, он вернулся из долины Рудников. И не забудь Лестера. Если ты не вытащишь его из долины, он сгниет. Я также вижу свою роль во всем этом. Я могу повысить... Добро пожаловать на борт. Встретимся в гавани. Жди меня там. Хорошо. Я буду там, как... Где мне найти капитана? Спроси Йоргена. Он ведь моряк. Он должно быть все еще. Но если он не сможет помочь, попробуй поспрашивать на фермах или в городе. Может быть, найдется... Лучше всего поговорить с Ли. Или поспрашивать в гавани. Итак, начали выполнять самую сложную часть нашей миссии, о которой говорил Финн Крэг. Это найти тех безумцев, которые будут сопровождать нас в этом смертельном плавании. И первым из нашей команды стал Вильтон. Я смог открыть книгу Ксардаса. Что? Как у тебя это получилось? Это все сведет меня с ума! Просто слепая удача, я думаю. Не говори чепухи! Удача! Если даже я не смог открыть эту книгу, а затем приходит кто-то вроде тебя и играет... Это наводит меня на грустные размышления. Ладно. Так как ты, очевидно, единственный, кто смог открыть эту книгу, то я, пожалуй, позволю тебе держать ее у себя. Я знаю, где нужно искать чертоги Эрдората. Этот храм находится на острове. Я нашел морскую карту. Это великолепно! Тогда тебе понадобится корабль и команда, чтобы добраться до этого врага. Но помни, что ты должен хорошо подготовиться, если хочешь уничтожить повелителя Эрдората. Где мне найти команду? Твоя команда должна состоять из людей, которым ты можешь... Поговори со своими друзьями и подумай о том, кто может быть полезен тебе на этом острове. Тебе там наверняка понадобится маг. Но, к сожалению, я не могу выделить. Тебе придется поискать мага за пределами наших стен. В пророчестве упоминается священная аура Инноса. Аура Инноса — это амулет, который могут носить только величайшие маги всех времен и народов. Что делает этот амулет? Говорят, что Иннос самолично выковал его и передал человечеству. Он защищает своего владельца от всех типов урона. Могу я взять его? Что? Что ты с ним собираешься делать? Выступить против драконов. Да, конечно. Я дам тебе этот амулет, но обращайся с ним бережно. Да, конечно. Я не хочу, чтобы мне потом пришлось выкупать его назад у какого-нибудь торговца. Используй его разумно и... Ну, это своего рода лучший доспех. Как я говорил уже, паладины находят паладинские доспехи. Охотники на драконов создают тяжелые доспехи. Мы же добавляем амулет к нашей... не... и так мощной магии. Что такое Слезы Инноса? Слезы Инноса... Это не более, чем старые детские сказки. В них говорится, как в начале времен разгорелась битва между Инносом и Белиаром. Я нашел это зелье. Этого не может быть. Не могу поверить в это. В чем дело? Если это действительно настоящие Слезы Инноса, то... Вряд ли. Не прерывай меня. Если это действительно настоящие Слезы Инноса, то мы получили грозное оружие против врага. Что ты имеешь в виду под оружием? Легенда гласит, что под воздействием этой субстанции воины Инноса могли вершить почти сверхъестественные дела. Им была неведома усталость, и они обладали силой двух медведей. Величайшие героические подвиги прошлых дней стали... Понятно. Но эти Слезы могут также приносить страдания и смерть. Только члены нашего ордена могут бить их. Любого другого, даже паладина нашего владыки, ожидает мучительной смерти. Так что такое эти Слезы Инноса? Когда Инноса осознал, что ему придется сражаться с Белиаром, своим собственным братом, чтоб слезы потекли из глаз его и упали в наш мир. Их было много, ибо сердце его ближе к делу. Люди, нашедшие его Слезы и попробовавшие их, обретали сверхъестественную силу и ясность ума. Они признавали мудрость Инноса, они стали первыми членами Братства Огня. Эти Слезы давали им силу, мужество и мудрость. Но это было давным-давно и прошло уже более 250 лет с тех пор, как последний раз видели Слезы Инно. Йорген опытный моряк. Он мог бы помочь мне добраться до острова Ирдорад. Боюсь, это будет не так. Он попросился работать в нашем монастыре, но он не платил вступительного взноса и не привел овцы. Йорген должен сначала закончить свою работу, а потом... Сколько времени это? Он в первый же день съел целую гору продуктов. Этой провизии обычному послушнику хватило бы на три недели. Поэтому я не могу отпустить его, пока он не отработает три месяца. А что можно сделать, чтобы я мог забрать Йоргена с собой прямо сейчас? Действительно, есть кое-что, что ты мог бы сделать для меня. Твои хорошие отношения с Ксардосом могли бы помочь тебе в этом. Мое внимание привлекло то, что последние несколько дней в его башне творятся странные вещи. Много людей слышало громкие вопли в ночи, исходящие оттуда. Только этого нам еще не хватает. Иди, проверь, что там происходит, и прекрати это без... Тогда ты сможешь... Ну, это как мы знаем уже от Лестера. Демоны. Ксардос никогда не оставит свою башню без присмотра. Как жизнь в монастыре? Я сойду здесь с ума. Но все же спасибо за совет. Милтон здесь... Ну... А что еще мне делать? Чем помирать с голоду... Может быть, я смогу предложить тебе работу капитана. Ты не издеваешься надо мной, парень. Если ты скажешь, что это правда... Есть только одна маленькая проблема. Я съел половину кладовки послушников. Они чуть не сошли с ума. Я не думаю, что главный маг позв... Сначала мне нужно отработать мой долг. Так, ну... Нам нужно набирать команду, а также найти капитана. Всего максимально на борт возможно. Взять 14 человек, включая нас и капитана. То есть, 12 человек набрать отдельно. При этом, если... Ну, разумеется, мы получаем опыт за каждого члена команды. Если... Некоторые члены команды будут присоединяться к нам... Сами без нашего спроса. Например... Паладин на корабле. Ну, подойдем к нему позже. Так вот... Если сначала набрать этих... Людей, которые... Присоединяются к нам... В любом случае, то... Мы не сможем нанять... Всех 12... Человек. Все 12 человек. Кажется, только... 10 будет возможно взять. Затем мы и капитан. Итого 12. Поэтому нужно будет все сделать в правильном порядке. Чтобы было ровно 14. Так, продемонстрирую... Действие слезы носа. Сила, ловкость, плюс 5. Полное исцеление. И... Подобно зелью ускорения бега. Пока пить не будем. Если вы не мак огня... Пусть даже паладин... В диване зелья сожжет вас заживо. Какая обеспечка... Сила, ловкость... Сила, ловкость... Сила, ловкость... Он слушал меня тянуть... Сила, ловкость... Ты не знаешь, как мне захватить корабль паладинов? Ты думаешь, я все еще сидел бы здесь, если бы знал? Этот корабль охраняют сильнее, чем транспорты с рудой. Должен же быть способ... Конечно. Попасть на борт просто. Но это не все. Чтобы управлять кораблем, тебе понадобится капитан, команда и много чего еще. Нужно проделать очень большую работу. Ты знаешь кого-нибудь, кто мог бы управлять кораблем? Насколько я знаю, Торлов входил в море. Он разбирается в морском. А кого мне взять в команду? Это ты должен решить сам. Но я бы взял только людей, которым доверяю. Ты много знаешь людей, которым можно... Если тебе нужен кузнец в команде, попробуй уговорить Беннетона. Лур... Ты пойдешь со мной на корабле? Ты шутишь? Конечно. Мне не терпится поквитаться кое с кем на материке. Кроме того, я могу обучить тебя искусству владения одноручным и двуручным оружием. Пакуй свои вещи. Что? Прямо сейчас? Я скоро отправляюсь в путь, и если ты плывешь со мной, приходи в гавань. Я так долго ждал этого момента. Ты спокоен? Конечно. А почему нет? Драконы ведь мертвы. Все немного сложнее. Да ладно. Все как всегда. Дай мне знать, если тебе понадобится. Мне нужны ты и твой топор. Хорошо. Я не удивлен. Что я могу сделать? Ты поплывешь со мной на другой остров? Нужно кое-кому надрать задницу. Ха-ха-ха-ха. Конечно. Всегда готов. Добро пожаловать на борт. Встретимся в гавани. Гравль? Хм... Могу сказать одно. С тобой никогда не бывает скучно. До скорой встречи! Но мы знаем то, что Торлов моряк еще из первой готики. Это лучше, чем работать на ферме Онора. Парень, даже ад лучше, чем здесь. Будь моим кузнецом. Увидимся в гавани. Хорошо. Больше похлебки достать невозможно. Сильвио наконец-то свалил. После того, как он услышал о драконах, он со своими парнями, вероятно, думает, что там будет лучше. В качестве капитана корабля могут быть три человека. Я сам не решаю. Ничего интересного. Все только и говорят о скором нападении орков. Но я не очень доверена. Я думаю, что... Выбирай! Я не хочу иметь к этому никакого отношения. Это вот Йорген. Для этого нужно... Освободить башню Ксардеса от демонов. Это Торлов. Похожая часть наемников исчезла. Конечно, это так. Сильвио сейчас очень далеко. Мне плевать. У меня будет больше шансов показать себя и заслужить уважение Ли. Для этого нужно сделать что-нибудь громкое. Если я смогу принести доказательство, что действительно крутой парень... Возможно, я даже смогу стать... Как это должно выглядеть? Я не знаю точно. Какой-нибудь трофей орков вполне подошел бы. Что-нибудь вроде эмблемы лидера орков. Ну, или что-то вроде... Я не могу произвести впечатление без этого. Но здесь подойдет кольцо предводителя орков. Которое снижает... При надевании максимальную ману на 20 единиц. Что? Часть наемников ушла отсюда? Сильвио забрал нескольких парней? Поговаривают, что там появились драконы. Кто знает? Сокровища драконов? Но меня это не касается. Я моряк! Так что... Ты моряк? Ты что? Только узнал об этом? Да черт побери! Я моряк! Я мог бы найти применение твоим талантом. Мне нужно добраться до острова. До острова? Да у тебя даже нет корабля! Не говоря уже... Нет, мой мальчик! Если ты хочешь воспользоваться моими услугами в качестве капитана... Кроме того, у меня хватает и других проблем. Паладины не ушли из города, как я ожидал. Должно произойти что-то очень серьезное, чтобы они убрались оттуда. Направляйся в замок в долине рудников. Укради у стражника ключ от главных ворот и открой их. А орки позаботятся об остальном. Да, но этим мы заниматься явно не будем. Это предательство. Впрочем, ради интереса я, возможно, покажу это. Там будет видеоролик небольшой. Здесь все в порядке? Вам, лицемерным ублюдкам из монастыря... Нужно верить всему, что говорят. Орки урвутся в замок. Но если вы сделаете это, то... Ватрас откажется плыть с нами на корабле, обвинив в том, что мы слишком увлеклись темными силами. И теперь мы для него парья. Рано или поздно это должно было случиться. Рано или поздно это должно было случиться. Черт! Ничего не изменится. Если все будет по-другому... Ничего не изменится. Это плохой бизнес. Так. Глаз Инноса. Такую вот защиту дает. И хочется сравнить с божественной аурой Инноса. 10, 10, 30, 20. А божественная аура... Я даже не знал об этом. От всего по 30. Колоссальная... ...защита... ...для амулета. Я ничего не должен все хорошенько взвесить. Вот так. Ну а глаз Инноса теперь... ...просто будет лежать... ...в кармане. Ну а на этом пока все. В следующей части продолжим. Вход... ...ферм. ...го... ...казана о них.